Здравствуйте, друзья! Сегодня речь пойдет про противостояние машины и человека. Мы посмотрим несколько партий, выигранных человеком у машины на равных. В это, кажется, сложно поверить, если вы помните, Лиси Толли утверждал, что он был последним, кто смог обыграть программу. Смог обыграть Альфа-Го. В сегодняшней лекции речь пойдет про программу FineArt, но есть мнение, что она не уступает и даже превосходит Альфа-Го. Начнем мы... Сначала покажу три примера, насколько же красиво может играть программа и насколько тяжело эту программу обыграть даже на форе. Так что, чтобы вы не говорили, что это легко, что любой может, что это изи, покажу несколько примеров на двух и на трех камнях форы. И потом уже перейдем к партиям, сыгранных на равных, к сенсационным победам человека над машиной. Начнем с такого примера. У нас сервер Fox, программа FineArt, против человека, два камня форы, подавляющий перевес черных. У черных огромная территория наверху, дальше черные делают вот такой защитный ход. И, казалось бы, белым максимум, что могут сделать, это как-то аккуратненько уменьшить эту зону снаружи, в таком ключе, и потом съесть два камня. Но белым этого для победы явно не хватит. Поэтому, что же было в партии? В партии программа сыграла очень хитрое вторжение внутрь, хотя внутри выжить нельзя. И у программы не получилось, группа умерла. Но давайте разберемся, зачем же белым было нужно это вторжение. Вторжение. Режем. Место, чтобы выжить тут нет. Прилипание. Если черные режут с этой стороны, то удлинились. И тут уже Йоса за белых гораздо интереснее. Можно не просто съесть два камня, но еще и проползти к черным внутрь. Поэтому в партии было сыграно с другой стороны. Белые по-прежнему не могут выжить. Места здесь слишком мало. Группа мертвая. Группа мертвая. Мертвая. И дальше очень красивый Десудзи. Режем. Сначала делаем обмен и режем. И что делать черным? Если черные удлиняются, то от Ари и точки не ая. Сидение трешки, сидение камня. Белые спасены. Поэтому в партии черных пришлось доедать эти камни подобным образом. И дальше еще один Десудзи. Вбросили. Пробили. Сыдниться с углом. У белых не получается. Но можно в цента отпилить двушку. Если бы белые без вторжения ее бы отпиливали, в цента белым было завершить здесь нереально. А здесь грозит ко-борьба в Е19. Черные должны ее предотвращать. А после этого мертвая белая группа, она еще играет важную роль. Белые могут ее использовать. Для чего? Степеней у белых осталось достаточно. Плюс осталась ко-борьба в двух местах. Так что дальше белые идут на семя. Предлагаю черным верхнюю группу доедать. Черным, естественно, не хочется это делать. Черным хочется сбежать наружу. Черные убежали. Тут приходится в мучениях выживать. Очень неприятно, но что делать? Дальше. Отпиливаем черных в центре. И у черных три точки разрезания. В результате черные соединились здесь. И белые отпилили группу справа. И без проблем одержали победу в этой партии. Что же произошло? Наверху у нас так и так была черная территория. Сыграв вторжение, белые умерли наверху. Но при этом отпилили в центре два камня в углу. Построили стенку, которая поможет белым атаковать камень Д10. Его можно будет как-то сверху накрыть. Плюс белые очков, наверное, 25-30 отпилили справа. И для победы этого вполне достаточно. Следующий пример. Эта же программа против человека на трех камнях формы. Такая позиция. Что есть у белых? 7-8 очков в правом нижнем углу. Все. На этом все. Плюс слабая группа в центре раз. Слабая группа в центре два. И почти дохлая группа у белых снизу. Казалось бы, здесь полный развал. Катастрофа за белых. Можно только сдаваться. Что же сделала здесь программа? Ханэ. Соединились. Не убежать. К группе не спастись. Дальше. Красивое техничное прилипание. Отпилили мы черных. Но семья не выиграть. Семья не выиграть. Но зато белые получают сентроходы. И это тоже сента. И это сента. И дальше, после такой кеймы, черные умирают в центре. И у белых перелез. То есть белые смогли двумя слабыми группами и одной мертвой поймать разрезающую черную конструкцию. И дальше никуда не убежать. Никуда не убежать. Очень эффектная, очень красивая жертва. Третий пример. Эта же программа на трех камнях форы. Ход белых. Большое отставание у белых. Тяжелейшая позиция. Что же сделала здесь программа? Проверочный ход сюда. Абсолютно нереально такое найти. Думаю, что здесь большинство игроков ничего бы не пытались сделать с формой черных. Считая, что она довольно крепкая. Максимум, что здесь можно сделать, это сыграть какой-то Йос. А программа сыграла проверочный ход здесь. Если черные играют с этой стороны, то как-то болезненно за черных. Уже уступка. Поэтому, конечно, черным хочется камень отпилить. Почему бы нет? Раз можно его съесть. Дальше прыжок. То есть ту комбинацию, которую абсолютно нереально найти, я вот уверен, ни один девятый дан не смог бы такое в парке раскопать. Что делать черным? Если черные камень съедают, это был, наверное, самый грамотный способ, белые могут получить в сенте вот эту аталию. И здесь нельзя сказать, что за черных это катастрофа, но белая конструкция наверху чуть-чуть укрепилась в сенте. Перевес черных как был, так и остался. А в партии черные сыграли сюда. Решили забрать побольше очков. Жадный был за черный ход, но черные решили, что проблем-то нет. Никуда белые не денутся. Формула черных крепкая. Но что было потом? Белые разрезали. Соединились. И умерли. То есть это все три примера, связанные с жертвой. Белые здесь умерли в углу. Для чего? Потеряли здесь какие-то очки. Зачем белым это было нужно? У черных есть слабая группа. Справа. Это сенте. И дальше белые хотят группу атаковать. Форма у белых в центре своя, собственно, не очень крепкая. Видимо, белые боялись, что она распидится. Сыграли сюда. Дальше не совсем я понял, зачем черные на этот ход среагировали. Можно было в таком виде бросать и не отвечать за черных. А черные ответили. И дальше очень красивая комбинация, при помощи которой белые поймали огромную черную группу. Что же было дальше? Режем. Черные бегут. Атари. Черные бегут. И дальше гоним черную группу в лесенку. Атари. Ну, черные, естественно, там же Атари остался. Осталось. Q13. Черные могут пробить в любой момент. Естественно, черных мы здесь не съедим. Но в чем прелесть? Если черные пробивают, наносим Атари, удлиняемся, и у белых супермощная плотность. Это, наверное, был за черных все-таки самый грамотный план. Так еще черные как-то могли здесь подергаться, могли как-то побегать. Но даже здесь, конечно, здесь приятного мало. Рядом с огромной белой стенкой придется с черным бороться. Придется бегством спасаться. Но думаю, что, наверное, как-то спасти здесь было можно. В отличие от результатов партии, где черные удлинились. Раз лесенка не работает, почему бы не удлиниться? И дальше очень эффектно, очень красиво программа здесь действовала. Атари. 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 Отпилили группу. Черные попытались как-то убежать. Но все, поезд ушел. Никуда не деться. Группа отпилена. И черным остается только сдаваться. Изумительный по красоте пример. То есть я не понимаю, как вообще за белых можно было эту идею с проверочными выходами найти. Настолько была мощная форма. Прилипли и прыжок. Супер, да суди. Это три камня формы. Вот представляете, вот эту программу кто-то в состоянии обыграть на равных. Что же это за партия? Давайте смотреть. Значит, первая партия это у нас не знаю, кто именно играл. Кореец с ником Дэд Бадук. Мертвая Го. Скажем так. Черный человек. Белыми программа Файн Арт. Довольно модная в наше время Шимари. И здесь у белых два распространенных способа. Чаще всего белые кеймой надавливают. А в партии белые сыграли сюда. И черные могут выбрать вариант с борьбой и все обострится. Хотя белые могут не принимать вызов, могут не бороться, могут довольствоваться вот таким способом. С упрощением позиций. В партии черные сыграли здесь. Это тоже Джасеки. Это пример самого простого Джасеки, когда черные не хотят позицию обострять, хотят просто забрать очки. Сделали обмен. Сделали обмен. Тут нужно еще разочек удлиниться. Почему? Если здесь сыграть прыжок, казалось бы, форма держится, но там есть слабости. Например, в такой форме теперь работает Хане. И черным непросто всю территорию здесь удержать, потому что здесь остаются у нас дефекты. Слабостей слишком много. Поэтому в этой форме рекомендуется за черных либо кейму сыграть, но так очков поменьше, либо если черные хотят очков забрать побольше, при этом укрепляя белых, еще один раз удлиняемся и только потом играем прыжок. Это у нас стандартные Джасеки. Дальше белые бросили в таком виде. Сыграли здесь. Черные сыграли прыжок. И дальше распространенная форма в правом верхнем углу. Очень модная в наше время. Вместо того, чтобы как-то пассивно играть здесь, например, такую кейму, на которую черные могут вообще не реагировать. Белые играют. Прилипание. Это тот ход, который раньше до поведения программ не появлялся, но стал очень модным в последнее время. Играем прилипание. Если черные сюда, то белые могут отнять у черных угол, например, сыграть здесь. Потом так. И если черные как-то защищаются, то у белых соединение. Форму не так просто распилить, а у черных остались слабости, разрезание осталось, разрезание по 15 осталось. Хотя форма стандартная, то есть так играют. А в партии черные сыграли здесь. Это ход более активный. Белые пилят. Стандартная форма. И здесь у белых два пути. Можно встретить партии, где белые соединялись таким образом. Можно встретить партии, где белые играли сагари. Сагари оказывают чуть больше давления на черный угол. В партии программа играет сюда. Человек удлинился. И дальше есть разные способы, как здесь завершать форму. Черные в партии прилипли. И на этот ход проверял эту форму по базе. Можно отыскать несколько примеров всего лишь. Но во всех этих примерах черные играли П-17 разрешая белым вырваться на свободу. Разрешая белым убежать в центр. И дальше борьба. Черные тоже как-то будут свои три камни укреплять. А в этой партии очень хитрый был план. Человек сыграл сюда. Это, конечно, огромный риск. Огромный риск это попытка убить белых целиком. Недовольство с территории по третьей линии, а целиком белых убить и удержать всю территорию наверху. Попытаться не 20 очков здесь удержать, а 50. Белые бегут. Черные сюда. И дальше может быть здесь был не самый грамотный за белых ход. Потому что моя программа Катаго предлагает за белых дальше удлиняться. Но тут тоже, конечно, не все просто. Черные сделают обмен и потом могут попытаться белую группу целиком съесть. И тут довольно сложная возникает борьба. Но Катаго считает, что за белых это был более грамотный способ, чем то, что сыграла программа Файнарт. Файнарт сыграла Хане. Видимо, ожидая, что черные будут камень свой соединять, угол-то у черных очень слабый. А если черные соединяются, белые играют здесь. И, скорее всего, белые выживут. И если белые выживают, то у черных развал. Вся территория пропала. В углу осталось очков совсем чуть-чуть. Поэтому, что было в партии? В партии черные тут была очень хитрая домашняя заготовка. Черные сыграли сюда. Супер, ты судя. В чем же его идея? Это у нас жертва камня. Белые режут. Дальше мы играем спуск на первую линию. У этого тут есть свое название сжатие каменная башня. Белые. Выбора у белых нет. Белые обязаны доедать. Дальше. Атария. Вбросили. Атария. Белые обязаны. Сделали обмен и соединились. И тут черные должны играть очень аккуратно, чтобы выиграть этот семяй. Черные сыграли. Здесь. И как белым продолжать? Есть ли у белых способ как-то съесть тюгу? К примеру, если белые играют прыжок, черные в ответ могут ткнуться, бросить, дать Атарии и белые мертвы. Партия завершена. Так за белых не работает. Так семей не выиграть. Что еще есть? Над чем еще можно подумать? Ткнулись, порезали. Черные сюда, мы Атарии. Но это у нас будет ко-борьба, а ко-угроз такого размера у белых нет. Тоже не особо за белых работает. Поэтому в партии белые прилипли, сыгнились. Это попытка нарастить степени. И дальше, если черные играют, к примеру, где-то здесь, то дальше прыжок и черные мертвы. Черным здесь не спастись, семяй не выиграть, степени остается слишком мало. Поэтому дальше в партии черные сыграли сюда. А на этот ход очень красивый ты судишь за черных. То есть, видимо, программа это все изначально не могла посчитать. Очень уж здесь сложная комбинация. Дальше черные играют сюда. Очень хитрый здесь ход. Почему именно так? Если черные просто блокируют, делаем обмен, а потом сокращаем черным степенью. И черные этот семяй не выиграют. Степеней не хватает. На одну степень здесь белые опережают. Поэтому, косуй. Ты суди, для того, чтобы нарастить степеней побольше. Ну и как продолжалась эта партия? Белые попытались вырваться. Это суди, но ничего у белых не работает. И чтобы угол доесть, тут есть такой ход за белых. Можно угол съесть, но степеней остается много. Степеней много, и черные успевают выиграть семяй. Успевают доесть белую группу снаружи. Поэтому, что было в партии? В партии белые сыграли здесь, сыграли Хане. И степень не хватает по-прежнему угол не убить. Поэтому, что сделали белые? Разрешили черным выжить, потом распилили черных в центре, но по куку борьбу выиграть белым нереально. Быстренько промотаю, что было потом. Короткая получилась партия. То есть, здесь белые как-то пытались сопротивляться. Пытались сопротивляться. Но с мертвой группой наверху белым выиграть здесь нереально. То есть, это кубарьба, еще и не прямая кубарьба. Белым нужно очень много ходов добавить наружу, чтобы черных окружить. Белые пытаются эту кубарьбу играть, но с этой стороны белые попытались черных окружить, а куку угрозы нет. Кубарьба здесь стоит очков, наверное, 100. Где же белым такие кугрозы раздобыть? В итоге в партии Файнард нанесла такую кугрозу. Ход большой, но этого явно недостаточно. Человек пробил и программа здесь сдалась. Отставание у белых уже довольно приличное. Так что здесь победа человека за счет того, что очень грамотно здесь черные посчитали вариант сжатия. Думаю, что здесь где-то программа может быть недооценила возможности черных связанные с вот этим спуском на первый день. То есть, ей казалось, что здесь белые могут бороться, могут как-то спастись, а спасение нет. Так, ну и второй пример. С самого начала мы тоже эту партию посмотрим. На сервере Fox мастер под ником Ninfia. Ninfia японский мастер, не знаю кто именно. Человек, который смог обыграть программу FineArt, запутав программу в сложном джосеке. На равных, без форы. Отражение в Сан-Сан. Так модное в наше время. Здесь за черных если играть самый простой вариант, можно сделать обмен и ханы. А в партии черные пошли на самые-самые сложные варианты. То есть, тот же секи, которая на уровне Q точно не рекомендует его применять. Слишком сложно. Слишком сложно. Даже для девятых данных сложно. Быстренько промотаю. Можно часами тонкость этого джосеке рассказывать. Форма, которая здесь возникает пока, это стандартная форма таких партий у профессионалов сотни за последние годы. с очень сложным семьяем. Это, наверное, одно из самых сложных современных джосеки. На четверть доски, иногда даже на пол доски. И дальше, что обычно происходит? Обычно черные... Значит, снизу какая ситуация? Это у нас семьяй. Если черные укрепятся как-то снаружи, то потом черные могут сыграть сюда в будущем и на этот ход сыграть здесь, создавая семьяй группа с большим глазом против группы с обычным глазом. И черные белых смогут съесть. Группа с большим глазом, как правило, побеждают. Но для того, чтобы выиграть этот семьяй, черным нужно сначала укрепиться снаружи. Поэтому частенько здесь черные сначала режут, и если белые удлиняются, дальше черные укрепляются снаружи, и тогда снизу белые могут первыми сыграть в Д1, и тогда это уже у нас семьяй вида группа с глазом против группы с глазом. Это будет секи. При ходе черных черные побеждают, при ходе белых это секи. Ну и тут возможны сложные варианты, где белые не удлиняются, а прилипают с этой стороны. То есть тут очень-очень сложно. Что же было в партии? В партии черные сыграли сюда. Два примера я смогу, три примера я смогу в базе раскопать. В чем здесь идея? Черные хотят укрепить свою форму, разрешить белым построить секи снизу, и потом порезать белых в центре. Такое было. Белые в партии сыграли сюда. Это самый активный ход. И дальше если черные защищают свою группу, белые создают секи, и за белых это успех. В углу ни у кого территории нет, а белые получили какую-то стенку, правда с дефектом, но у черных компенсация слишком маленькая. В районе пяти очков черных слева против белой стенки. За белых явно хорошо. Поэтому здесь какая была идея в партии? Черные сыграли сюда, а сначала сделали обмен, потом удлинились, и разрешили белым проатаковать группу слева. Белые защитились, и дальше если черные укрепляют свою группу, белые в углу создают секи. Белых это устроит, белые будут вполне довольны. Поэтому черные сыграли сюда, теперь семья в углу белым не выиграть, потому что у черных большой глаз. Но у белых есть возможность проатаковать черную группу снаружи. сделали обмен и поймали казалось бы поймали черных в ген. Степеней у черных не очень много, можно конечно как-то пытаться играть семьяй, но даже если черные смогут, как-то смогут белых здесь съесть, и белые полностью эту группу запечатывают со всех сторон, у белых будет перелес. То есть территории у черных останется здесь не так много. Так что здесь именно идея с убеганием, с вырыванием наружу. Что же это за идея? Программа думает, что у белых все хорошо. Но здесь у черных очень хитрый, очень коварный план. Примеров у профсаналов найти я не смог. То есть это такая уникальная идея. Делаем обмен. Потом по форме красивый здесь ход, прилипание в поискейма. Убегаем, убегаем, здесь программа через Катогой я смотрел, через Лилузеру я смотрел. Обе программы говорят, что у белых все хорошо. Потому что если черные умирают слева, это естественно катастрофа. И потом придется что еще? Группу спасать таким образом. То есть это конечно не вариант. То есть здесь черные знают, как они будут прорываться наружу, знают, как они будут уничтожать белую форму. У белых остались слабости. Режем, играем здесь. Грозит лесенка аж одиннадцать. Поэтому белые должны таким образом защищаться. Единственный ход, который здесь работает за белых. Доедаем черную группу и казалось бы дальше ничего здесь за черных не придумать. И здесь что интересно Ката Го может вот в этот момент начинает видеть за черных выигрывающий план. А программа Лила Зиру по-прежнему думает, что у белых здесь все прекрасно, что у черных все развалилось. Вот такой ход. То есть если заранее не знать его существования, найти конечно нереально или Лила Зиру его не видит. Давайте посмотрим, какие есть еще возможности. То есть если черные играют Атари, Атари это у нас не лесенка. Белые вырываются. Поэтому играем сюда. Что делать белым? Если белые удлинились, дальше черные могут еще раз удлиниться здесь. И если белые удлиняются, тут теперь что изменилось? Тут очень красивая комбинация. Лесенка которая идет сразу в две стороны. Сначала лесенка идет на верхнюю сторону. Белые бегут, бегут. Видимо для программы это совсем необычный способ игры. Совсем нестандартная форма. Белые пробивают. Дальше лесенка меняет свое направление. бежит уже на правый борт. Ну и дальше тут видно, что лесенка бежит на камень черных и белые ловит. Что было в партии? Белые сделали тут обмен бессмысленный. сыграли оттарьи. дальше продолжение тесути черных, продолжение комбинации. То есть тут что по-прежнему эта лесенка не работает. Почему? Тут белые врываются. И на отход оттарьи. Поэтому что делают черные? Оттарьи сюда. если белые пробивают, то тогда можем удлиниться, дать оттарьи, сыграть здесь, чтобы нарастить степени. Нарастили степени и черные выиграют семя из белой группы слева. Степеней у черных здесь осталось достаточно. Плюс белым непонятно как степени в районе д8 е9 занимать и задам Азумари в центре. Поэтому белые вынуждены удлиняться и дальше режем. Ну и что делать белым? В партии белые побежали и дальше оттарьи. И все. Две такие партии были сыграны против программы Файн Арт этим же игроком. разница только в том что здесь белые сдавались пораньше попозже. Особо разницы никакой. Можно сдаться уже здесь. Можно немножко здесь побегать. Но никакая лесенка здесь за белых не работает. Атари Атари и все. И катастрофа. Вот. Так что видите такое джосеки на пол доски с изумительной по красоте лестницей и с изумительной по красоте с изумительным десудзи. Такой ход. Прыжок. Видимо изначально игра это джосеки программа не может так далеко просчитать. Так что видите программа обыгрывает профессионалов и на двух и на трех и даже мы публиковали у нас на канале и на четырех и на пяти камнях форы девятых данных на сервере Fox иногда обыгрывает на двух камнях практически все партии то есть там может быть сколько 999 из тысяч но даже на равных все еще можно программу обыгрывать если знать правильный способ так что здесь конечно очень красивый пример этот пример мне понравился больше чем прошлый но и в прошлом примере комбинация очень красивая так что не все потеряно можно с программами бороться слабости какие-то еще остались и то как играют программы конечно очень мощно очень сильно но это все еще игра с ошибками на этом все спасибо до свидания